МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите телевизионный проект «Мой дом Одессы». Своим домом одесситы считают и культурные жемчужины Одесской области. Сегодня мы отправляемся в город Белгород-Днестровский. Это не первый наш выпуск об Аккерманской крепости. Мы уже рассказывали об ее истории. Белгород-Днестровский, он же читатя Альба, он же Аккерман, он же Белый город, этот город получал новые имена от каждого народа, который его завоевывал. В разные времена Белгород захватывали то генуэзские купцы, то молдовские господари, то турецкие султаны, то украинские казаки, то российские солдаты. Тысячи лет этот скалистый мыс был стратегическим пунктом глобального значения. Без преувеличения Белгород был ключевым портом на севере Черного моря. Через него шел значительный товаропоток из Малой Азии в Европу. Город больших денег и большой власти. Как говорил султан Баязет II, это был ключ от замка к Польше, Венгрии, Молдавии и Московии. Потому султаны в свое время и отбили его в пользу Турции, превратив Черное море во внутреннее озеро Османской империи. 30 ноября 1806 года во время русско-турецкой войны Аккерман был занят российскими войсками под командованием герцога Деришелье. И по Бухарестскому мирному договору в 1812 году город перешел Российской империи. После революции в 1918 году Аккерман стал румынским. В 1940 году в соответствии с секретными протоколами пакта Молотова-Риббентропа Бессарабия отошла Советскому Союзу, а вместе с ней и город Аккерман. Для крепости благоприятным был румынский период, когда в 1926 году мэром города стал видный археолог Пауль Никореско. Именно он организовал строительство мощных контрфорсов у Северной стены. Крепость на протяжении своей истории постоянно нуждалась в реставрации, поскольку была выстроена на изменчивой береговой линии Днестровского лимана. В конце 60-х годов прошлого века Советский Союз провел масштабные реставрационные работы на сумму 199 306 рублей. О реставрационных работах последних лет рассказывает историк Андрей Красножон. В 2008 году Управление охраны памятников при тогдашнем руководстве приняло решение восстановить верхнюю часть башни, при том, что, собственно, конструкция не представляла особой угрозы. То есть без трещин, без видимых повреждений башня в результате бездарной реставрации был такой Дмитриенко, строитель-реставратор, как он себя называл, при Управлении охраны памятников. Вот он неумелым, своими неумелыми действиями привел к тому, что башня историческая сегодня уже отсутствует. Фактически светлая кладка – это есть новодел. Верхняя вся часть полностью была уничтожена, своды полностью смоделированы и построены по-новому. К историческому памятнику ни внешне, ни по структуре, собственно, кладки, ни по раствору этот объект уже сегодня никакого отношения не имеет. То есть в историческом отношении этот объект утерян. Долгие годы крепость была на содержании местного бюджета, чьих средств явно не хватало. Поэтому в 2011 году областное управление охраны объектов культурного наследия под руководством печально известной Натальи Штербуль предложила создать коммунальное предприятие «Фортеця». Рассказывает депутат Одесского областного совета Валерий Кондратюк. Когда создали коммунальное предприятие, буквально там где-то через полгода, через год, назначили директора Петракова. Я задал этот вопрос, что сделано с береговым укреплением, и получили они согласие Министерства на укрепительные работы ДАШ, на что он сказал, что да, мы получили, но денег на это нет. К сожалению, такой же смысл был создавать это коммунальное предприятие, если денег на это никто не выделяет, на что было рассчитано. Сколько вы заработали тогда в первый год, когда коммунальное предприятие заработало? Было сказано 1,2 млн. А куда эти деньги пошли? Ну, на зарплату, охрану, то-то-то. То есть получается, что эти деньги, по большому счету, не использовали с той цели, которую они брали для укрепления стены, чтобы она с стороны лимана не обвалилась, а использовали себе, получается, на зарплату, на охрану и так далее. Заработанных средств на реставрацию явно не хватало. И тогда коммунальное предприятие взяло кредит на сумму 1 млн. 950 тыс. гривен, причем без согласия областного совета. Эти средства использовали на строительство туалета, касс и турникетов. По словам депутата Кондратюка, это главное и единственное достижение коммунального предприятия «Фортеця» за 4 года своего существования. Деятельность предприятия проверяла комиссия контрольно-ревизионного управления. Она сумела выявить лишь мелкие нарушения. Недавно сменилось руководство областного управления по охране объектов культурного наследия. Кадровые перемены произошли и в руководстве Белгороднестровской крепости. В январе 2015 года директор КП «Фортеця» Никита Петраков написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности. Его просьба была удовлетворена. А исполняющей обязанности директора стала бухгалтер предприятия Наталья Убейник. Это означает, что должность директора остается вакантной. А тем временем крепость ждет решения своих проблем. Речь идет о вопиющем факте в полую башню 15 века была свалена груда земли, грунта, отвала, которая осталась от археологических раскопок несколько лет тому назад. Не готовая, по существу, к таким внутренним нагрузкам башня, начала уже давать трещины по фасаду. За несколько лет, по существу, находясь вот без верхних перекрытий, грунт, земляная засыпка набрала влагу, и эта влага уже проникла сквозь фасад сооружения, что, собственно говоря, не добавляет крепости всей конструкции. Есть угроза, что башню разорвет изнутри. Такое в Акерманской крепости случалось уже дважды. В 1915 году по совершенно тем же причинам разрушилась дозорная башня. В 1953 году рухнула башня номер 13. Вот эта северная стена крепости и цитадели находится под угрозой разрушения. Фундамент висит в воздухе. Вот поэтому именно с этого места надо и начинать спасение крепости. В этом месте крепость подмывается лиманом. Проблема усугубляется тем, что стену подрывают черные археологи. Однако, несмотря на то, что ситуация выглядит довольно удручающе, она еще может быть спасена. Первые попытки такие к спасению были произведены еще в 1964 году. В частности, береговая линия в данном участке была отведена от коренного основного обрыва и фактически обрушения берега остановились. Но надо сегодня что-то делать с этим участком для того, чтобы эти обрушения не развивались и для того, чтобы фактически любители старины не подрывали фундаменты и не усугубляли и без того плохую ситуацию. Историк красножен, да и все мы возлагаем надежды на новое руководство коммунального предприятия «Фортеця», которому еще предстоит появиться. Какими качествами должен обладать новый директор крепости? Он должен быть специалистом в области истории и археологии. Это должен быть хороший организатор, который сумеет организовать работу предприятия, потому что предприятие создается с целью получения прибыли. В бюджете средств на достойное содержание этого объекта нет. Объект потенциально очень интересный и может сам зарабатывать большие средства для своего содержания. Вот эту задачу должен организовывать директор предприятия, то есть быть менеджером, хозяйственником, который будет это все выполнять. Своё мнение высказывает и депутат облсовета Валерий Кондратюк. Должен быть определенный конкурс. Сегодня есть достаточно опытных, разумных людей, которые могут возглавить это коммунальное предприятие, и историки люди, и люди, как бы хозяйственники, которые могут навести там порядок и могут привлечь туда, и инвестиции могут привлечь туда, и грантовые какие-то деньги. Должен быть конкурс. Однако хватит ли воли и порядочности одного человека, директора предприятия, для того, чтобы решить проблему сохранения крепости для грядущих поколений? Может быть необходимо повысить статус крепости, чтобы заручиться поддержкой государства? Статус у этой территории, у этого объекта уже очень высокий, и статус у него киевский. То есть согласование документации и выдача разрешения на работы выдается Министерством культуры, центральным органам. Как показывает опыт, статус сам по себе ничего не решает. На это указывает Валерий Кондратюк. Государство тоже является неэффективным собственником. Если не будет общего контроля и необходима еще и общественность, которая должна контролировать это все немаловажно, тогда будет результат. Таким образом все в наших руках. В руках патриотов, любящих свой край не на словах, а на деле. Нам абсолютно очевидно, что такую же мчужину, как Белгороднестровская крепость, нельзя отдавать на откуп какому-то коммунальному предприятию. Ей просто необходима государственная забота и строгий контроль со стороны общественности. Оставайтесь на связи с нашим телепроектом и общественной организацией «Мой дом Одесса». Присоединяйтесь к нашей группе в Фейсбуке. Звоните и пишите нам по телефону и адресу, указанным на ваших экранах. В следующем выпуске телепроекта «Мой дом Одесса». Городские власти вплотную приблизились к принятию генерального плана города. Станет ли новый генплан на защиту культурного наследия? Редактор субтитров